В Нягоне медики спасли жизнь пациенту. Югорчанин Вячеслав Флегонтов обратился в окружную больницу с жалобами на сердце. Дело в том, что в 2011 году в анамнезе у мужчины был инфаркт миокарда. Врачи-кардиологи провели необходимые исследования и пришли к выводу, что медлить нельзя. Спустя 6 лет приступ повторился. Заведующий больницы Павел Новиков провел срочную операцию, чтобы восстановить кровоток в сердце пациента. Сейчас мужчину готовят к выписке. К слову, ежегодно в операционном отделении Нягонской окружной больницы проводят около 400 кардиохирургических операций. Специалисты оказывают высокотехнологическую литинскую помощь, чтобы вновь заставить биться человеческие сердца. Поступил к нам для проведения коронарографии. И, как оказалось, на коронарографии выявлено выраженное сужение сосуда. Мы расширили, поставили туда пружину, стенд и восстановили кровоток. Проходимость артерии на сегодняшний день у него хорошая. Жалоб он никаких активных не предъявляет. Югорские полицейские учатся экстремальному вождению. Видеозаписи с курсов повышения квалификации появились в социальных сетях ведомства. В первую очередь подготовку проходят сотрудники ГИБДД, водители автомобилей дежурной части, службы конвоирования и ППС. В программе «Теория и практика» так полицейские отрабатывают экстренное маневрирование, развороты и торможения, объезд препятствий и экстремальную параллельную парковку. Обучают полицейских специально приглашенные профессиональные водители. В Нижневартовске появился первый детский памп-трек. Он представляет собой закольцованную трассу с горками, скатами, волнами и кочками. Юные экстремалы смогут отрабатывать здесь базовые навыки обращения с велосипедом, самокатом, роликами или скейтом. К слову, памп-трек расплодился на моднофункциональной спортивной площадке и стал частью большого проекта, который в этом году реализуют в новых микрорайонах города. Так, с 1 июля специалисты планируют открыть зону с гимнастическими снарядами для занятий воркаутом. Площадка будет полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас здесь монтируют тренажеры. Специалисты установили турниковые комплексы и планируют завершить работы по укладке резинового покрытия. В первую очередь мы хотим охватить все слои населения. Такая идея возникла именно выделить категорию до 7 лет, чтобы они могли безопасно среди сверхников кататься на данном участке. Более глобально для более старших детей у нас будет реализован, вы знаете, в городе именно роллер-дром, который находится на 60 лет октября. Там уже для более старших элементы будут предусмотрены непосредственно для выполнения трюков. Данная конструкция непосредственно для катания, безопасна для детей младшего возраста с перепадными высотами. Волонтеры Югры могут подать заявку на участие во всероссийском конкурсе «Общий сбор». Он проходит в рамках акции по очистке берегов от мусора «Вода России». К слову, в этом году в Югре запланировано более 300 мероприятий по уборке набережных. В прошлом в экологических мероприятиях поучаствовали 25 тысяч югорчан. Жители региона очистили 342 километра береговой линии озер и рек. Кроме того, уже два года подряд Югра входит в топ-10 рейтинга экологической активности субъектов Российской Федерации.